Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить Tales of Arise, ну и у нас с вами было чё-то два таких полных хаоса и неразберихи эпизодов, а я так думал, что дальше мы пойдём уже, ну, относительно прямо. И разговорчики в строю есть. Я заметила, что нам иногда попадаются противники, которые в бою используют твою тактику и стараются уйти от атак в последний момент. Ненавижу их. Когда они идут в атаку, я ещё могу нанести парочку ударов, но в остальное время эти мерзавцы уклоняются почти от каждого. Если хочешь чаще бить по ним, а не мимо, то способ есть. Используя рефлексы, сработай быстрее врагов, я могу в определённой степени управлять существами астральной энергии Земли. Они появляются из самой Земли и пускают корни по моей команде. А также проворно сковывают врага, после чего ты мог бы его ликвидировать. А? А, проще говоря, он может быстро вырастить растения и скомандовать им держать врагов. Ну, как я поняла. Рад, что хоть кто-то его понимает. Ну, в общем, если встретим врага, который любит уклоняться, оставим его до Халима. Сделаю всё, что в моих скромных силах. Хе. Что ж, давайте отдыхать. Да. Почему ты так на меня смотришь? У тебя такая же броня, какую носят все стражи из гарнизона Минансии, да? Да. Но я украсил её множеством разных элементов. Я заметила. Особенно со спины, где всё открыто. Мы, стражники, гордимся тем, что никогда не подставляем врагам свою спину. Таков мой способ следовать этому принципу. Вдобавок, это очень сильно облегчает броню и упрощает её чистку. Хм. Да, Халим, а что ты насчёт этого думаешь? Каждый стражник уволен носить броню так, как считает нужным. А ты, Лоу? А? А почему ты меня-то спрашиваешь? Хорошо, давайте что-нибудь приготовим. У нас с вами новые блюда появились. О, рагу из говядины. А лорд любит. Выставление УЗ после боя, кстати. Может пригодится. А у нас не так много говядины. Ну, мы, по-моему, там коровок в хлев же отправили, так что всё хорошо. Да, Халим, готовь нам. Пойдёт. Прошу всех к столу. Лорд, который готовит, достойно уважения. С кем-нибудь поговорим, сможем? Лоу Кисара Дахкалим. Ммм. Ну. Фу. Лоу. Не против, если я присоединяюсь, Лоу? А? О, привет, Алфан. Как дела? Да ничего, просто удивился, что ты в кое-то веке не тренируешься. Что, живот заболел? А, но я же не тренируюсь круглыми сутками. Отдыхать тоже надо. Да? А у меня ощущение, что ты каждую свободную минуту проводишь за тренировками. Да, если я хочу стать сильнее, с этим придётся мириться. Но время от времени нужно расслаблять мышцы. Во всяком случае, отец так говорил. Зефир? Да, когда я был маленьким. Я всегда так радовался его возвращению. Повсюду ходил за ним хвостом и старался всему у него учиться. Помню его слова. Увлечённость – это хорошо, но не перестарайся. Как раз он требует передышки от учёбы, так и тело иногда хочет отдохнуть от тренировок. Он это часто говорил. Я ведь носился туда-сюда и частенько забывал про отдых. Ну да, это на него похоже. Грустить тут не о чем. Но я нет-нет, да и задумываюсь. Может, так отец учил меня, что не стоит бросаться на всё, очертя голову? Хотя, наверное, я просто опять что-то додумываю. Жаль, что нам с ним уже не доведётся это обсудить. Мы с Лоу стали ближе. И ух ты, получен знак Лоу – растущий организм. Прикольно. И тут стихийную защиту можно поднять, но пока не про него. Хорошо, мы готовы. Единственное, я бы хотел в итоге набить реагентов на новые оружия, но пока никак. У меня странное чувство. Будьте начеку. Ой. Ой. А тут драконы. Не, ну не драконы, но какие-то тоже твари интересные. Ястреб-стрелок. И, как всегда, у нас с вами уровень врагов немножко скакнул, но потому что постоянно, когда мы в новую локацию с вами проходили, такое происходило. О. А, ладно, давайте мечом махнём хорошенько. И вот так вот. Оп. Ага. Готов. Готов касать. Всё-таки заковыряли. Уу. И у нас добивание с Дехалимом. Классно. И вот тут тоже давайте какое-нибудь добивание посмотрим. Интересно, а есть какие-то прям редкие-редкие добивания? Или это всё чисто рандом всегда? Так, кристалл-ингибитор. Хорошо. О. А вот этот... А почему вот этот не присоединился к бою? Что за нафиг? Э. Нафиг. На. Э. Во-во-во-во-во. О. Ага. Ты что ж ты будешь делать? Творюга летащая. Девчон, давай сбивай его нафиг, а? Всё. Вот. А теперь мы можем его спокойно заколбасить всеми нашими средствами, так сказать. А с другой стороны, получается, на тех мы как бы увеличили наш бонус, а этим мы уже наш бонус немножко использовали. Прелестно. У-ю-ю. Да что это такое? Почему этот зогул не может постоять спокойно? Ха. Похоже, пришло время для моего секретного оружия, которое остановит его прямо на месте. Ммм. Вот и настало время для секретного оружия. Усиленная атака до Халима. Обездвиживание. Из-под земли появляются лозы, которые хватают нападающих противников и бьют их. Эффективно против проворных врагов. Лишают их возможности уклоняться от пролет в нокдаун. Хорошо. Нанесите удар двумя... двум быстрым врагам при помощи усиленной атаки до Халима. Ну-ка. Типа вот так. Первый есть. Ну, типа, мы ждем. И вот еще. Не, не считалось. Типа, надо на том вкусе. Ну, хорошо. Давайте на этом вкусе. Э-э-э. Опять я переключил лидера. Да шо, что будешь делать? А как... А. Да, не тем... Не тем стиком я воспользовался. Хорошо, лорд Дахалим. Давай. Прелестно. Ну, а теперь, типа, нам скажут, доковыривай врагов. Когда вам противостоят быстрые враги, например, волки или обезьяны, отправляйте в бой Дахалима. Его усиленная атака сведет на нет их способности. К уклонению все удары достигнут цели. Супер. Буду узнать. Удобно, что нас перед этим боем еще и, кажется, на халяву подлечили немножко. Ну, что? Дахалим? Вперед? А, ну вот. Кстати, у них на ногах теперь остались эти лозы. И, видимо, теперь они не могут от нас уворачиваться. Э-э. Ты куда, Мартыха? А? Мартых, ты куда? Давайте. Бьем, 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 бьем. И уворачиваемся. О. Ну. И уворачиваемся. О, девчуля. О, девчули пошел суперсил. Давайте добиваем. Шион. Это уже видели. О, ладно. Ну-ка. Ха-ха-ха. И все. Готов. Готов, касатик. На. Фу. Ну вот, когда мы там на том звере набили во время ускорения Альфина 86. Здорово, дерешься? Рады, Халим. Хорошо, что ты на нашей стороне. Рад это слышать. Приятно, что я могу быть вам полезен. Ого. Что случилось? Мне кажется, мы наткнулись на нечто крайне любопытное. Что? Ты про эту кучку мусора? Это не мусор, поверь. Никогда не видел ничего подобного. Я заинтригован. Я не видел ничего подобного. Тебе интересно, что это, Ринвелл? Мне да. Думаю, он нашел древние денианские реликвии. Ренвелл? Это не мусор. Ренвелл? Это не мусор. Кажется, это остатки того, что пропало после первого вторжения Риньян. Ренвелл? Ренвелл? Они могут поведать о мыслях и чувствах их творцов, об истории своего создания. У Риньян практически нет чего-то столь древнего, с многовековой историей. Все равно не понимаю, что в этих штуках особенного. Почему? Мы говорим о нашей истории и культуре. Да понятно, но сейчас польза от этих штуковин никакой, так? Просто старье. Рукляд. Ты не прав. Если возьмешь эти вещи в руки, то почувствуешь шепот былых времен. Ни одна книга столько не расскажет о прошлом. Поверю на слово. Хорошо, но если эти вещи часть дунянской истории, будь с ними осторожнее, ладно, Адахалим? Конечно. Крушитель крокодилов. Многие лета назад этот побитый временем молот использовали для борьбы с крокодилами. Те, кто мог управиться с двумя молотами, считались чемпионами. Артефакты обладают особыми эффектами. После прохождения игры некоторые из них дают бонусы. Включить или выключить эти эффекты можно в списке эффектов артефакта. Да? А как? Теперь вы можете назначить шесть дополнительных приемов. Чтобы переключиться между панелями, нажмите треугольник на экране приема. Чтобы выполнить прием со второй панели, нажмите L2 вместе с... О, господи. Получен знак. Дахалим. Охотник за сокровищами. О, кстати. О, вот это интересный наборчик. Так, хорошо. Интересно. Хорошо, это что, типа приемы? А вот сменить набор. Ладно. Разрушение пусть здесь будет. Двойной клык демона. О, рубящий ветер. Да. И что-нибудь еще. Стая драконов. Прекрасно. А здесь будут парящее копье света, мираж и лунная ронда. Ну, например. А ты метка. В этом мире по-другому нельзя. Не волнуйся. Я тебя всегда прикрою. Смотрю, у вас, Дэниан, ни у кого нет ядра духа. Как так получилось? У моих родителей состояли в Калаглийском сопротивлении. Мое рождение вообще держали в секрете от Ринян. И мое. Мы всегда скрывались, поэтому мне даже не вживляли ядра духа. А ты, Алфен? Ты же раньше был рабом в Калаглии, правильно? Честно говоря, я сам не знаю, почему у меня его нет. У всех других рабов ядра духа были. От меня старались держаться подальше, потому что я маской привлекал внимание ринянских стражников. А ты, Кисара, у тебя ядра духа еще осталось? Нет. Я нашла хорошего ринянского доктора, благосклонного к Дэнианам, и он удалил его перед моим уходом из Висинта. Даже шрама не осталось. Плюсы мирного сосуществования, а? Я знала, что можно не спешить, раз местилище духа уже остановлено. Но не хотелось оставлять на себе никаких следов служения ринянам. Может, это и странно звучит, но теперь я это просто я. Не страшно, рабыня. Я хотела так отметить начало новой жизни. Хм, хорошо. Ужасная дорога. Могли бы хоть немного ее подлатать. Зачем тратить энергию на проведение в порядок того, что редко используется? Ремонт требует много времени и сил, что в нашем мире означает использование рабов, зачастую огромного их количества. А-а-а. Твоя простая просьба может быстро обернуться тяжелой работой для кого-то. Нельзя получить что-то без того, чтобы кто-то не потратил на это свои силы. И всегда в итоге спину гнут до няни, а пользуются плодами их труда, а дни риняне. Верно. Так-то по совести те, кому что-то нужно, и должны этим заниматься. Но когда работа опасная, например, как в этом случае, многие предпочтут не рисковать своей шкурой, а спихнуть все на других. Получается, люди так и будут терпеть, пока кто-то не придет и все за них не починят. Верно. Именно те, кто не в силах больше этого носить, рано или поздно начинают что-то делать. Прямо как дниани из нашего отряда, как бы странно это ни звучало, из Майху. Большинство дниан колагли и правда смирились со своей участью. Но все равно нельзя их винить. Че ты такое лицо состряпал? Только не говори, что ты уже устал. Не, просто жалею, что вообще начал этот разговор. Все, наговорились? Наговорились. Видимость на этой части пути ограничена. Будьте начеку, не попадите в засаду. Так, а что тут у нас? А тут у нас надо прямо пройти, собрать... Странно, что ты так хорошо знаешь эту местность. Мне казалось, что у лордов особо нет времени по лесам бродить. Когда мне хотелось побыть наедине с собой, я отправлялся сюда, на пробгулку. Да, есть за тобой такой грешок уйти, не предупредив стражу. Прелесть. Мы собираем руду... Ой, а что там сверху за штуки? Ой, а что там за штуки? Ну, ладно. Давайте впрягаться там. Ага, лорда Халим, пожалуйста. Не могли бы вы обуздать этих мартышек, которые явно, типа, по хардкору тут... Так, кто-нибудь что-нибудь кастует, кстати, я не вижу. О, ой, нас унесло. Во, вот теперь, гадёныш, я тебе покажу. Кастуют, кастуют, девчонки. Стоп, отлично. Остановили. Так, теперь давайте на... Ой, нет, 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 я лидера не хотел менять, я хотел прицелиться по второй мартышке, потому что она слишком увертливая. Соответственно, если мы сделаем вот такую штуку, вот такую штуку, вот такую штуку, и лоу ещё выбежит. Лоу, лоу. Лоу, хэллоу, да? Мираж, 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 мираж! Успели. Отлично. Эта штука готова. Вот тебе. Так. Давай, 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 давай! Опа, есть. И осталась последняя мартышка, которая уже, как бы, ослаблена, обездвижена. И добита. Ха-ха! На. Ой, ещё один, смотрите. Ага. Кажется, сбили. Ну-ка. А что у нас тут? Разрушение. Ой. Вот тебя. Добьём? Не сегодня, кажется. Ну. Ну же, ребятки. О, ребятки добиваться. Вперёд. Ух ты! Хорошая комбо. Ух. Ну, и мы начинаем с вами что-то новое получать из материалов. О, и деньги. Вот, вот, денег реально не хватало, но сейчас вроде полегче. Хотя, как только мы сможем скрафтить новое оружие, снова мы с вами окажемся в ситуации, когда последние трусы будем зашивать. Да и флаконов жизни у нас с вами там один. Ну, то есть, до следующего как бы серьёзного замеса, по сути. Всё это? Ну, ладно. Главное, что у нас есть вот так, и мы можем фениксом пролететь. О. Эй. Эй. Ну что? Интересно. Лорд Дехалим может вот эту штуку как-нибудь связать, да? И сковать. О. Он валяется, он валяется. Нет. Не смогли, не успели. Не очень удобно? Шион. Может, ты, как нас учили в Тутаре, прям сделаешь? Ладно. А давайте мы все тогда вот так вот зафигачим этого гада. О, а вот теперь и Шион может. А теперь мы удар набрали, и я так думаю, что... Оу. Можем кому-нибудь прикончить таким макаром. Следующий. Сильвупле. И ещё один? Нет, больше нет. Хорошо, я всегда за всякие бонусные материалы, и мы их получаем. А дальше пока что всё линейно. Так. Ништячки. Хоть у нас и идёт усиление сбора, но... Ладно, сначала сразимся, давайте потом уже соберём. Сгустки буря. Ай. И теперь я начинаю жалеть, что потратил... Ах, ринвилловский скилл, да? Потому что... Лоу, ладно, выйди, пожалуйста, на секунду. Во. Ну-ка, и давайте Феникса ещё раз сделаем. Эй! Эй, ограждаться нечестно. Вот вам за это, гады. Так, и Ласточкин... О, не надо. Не надо, Ласточкин. Не надо. Вот так вот сделаем. Спасибо. Угу. Так. Держи, гадина. Оп. Добиваем. Снова я попытался зарядить Ласточкин-не-Ласточкин, и не смог. Хе-хе-хе. Во. Опа. Воздушная мега-комба традиционная. А тут ещё и девчуля, смотрите-ка, решила своим щитом метнуть. Держите. О. Ну. Давайте. Колбасим. Ай-яй-яй. Куда ж ты уворачиваешься? Ну, ладно, тогда тебе вот. Ого. Огненным мечом. Хотя, так мы тратим очки исцеления в итоге наши, что не есть приятно. Ну, всё, доберем. Молодцы. Что за бонусные ништячки нам дадут? А, камень бури. Ну, то есть, потихоньку мы, короче, новые реагенты начинаем доставать. Просто странно. Получается, мы только входим в новую локацию, нам предлагают изготовить новые предметы, а реагенты для них мы ещё не могли получить. Ну, типа, как превью, что ли. Чтобы мы знали, что сможем. Успеем, успеем, успеем. Пожалуйста. Да. А, прям на исходе времени. А, ринвилл. Ринвилл, 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 ринвилл. А, чёрт. Нет. Прям вот ровно после каста. Обидно. Ну, ладно. О. И причём, получается, каст ринвилл потратили. Ладно, лоу. Дахалим. И Дахалим тоже выходи. Ну, что? Давайте. Всё. Добивалка. Оп. Ещё кто-то жив. А, ещё птиц жив. Смотрите. Живее всех живых. Но тут ему ещё и лунная ронда. И вообще из воздуха я его особо не выпущу. Ай-яй-яй-яй. Ну. Во. Наваливаем, наваливаем, наваливаем. Ребятушки. Красавцы все. Все красавцы. Фух. Прямо мы с вами чётко уложились в наш лимит. Ну, и за это мы получаем с вами постоянно новые ништячки. Кайф. И здесь. Ой. Да. Пока у нас эта штука действует, давайте продолжать. Угу. Ну, и очков исцеления у нас, на самом деле, довольно-таки много. Так, девчонки, фиганик кому-нибудь. Ай. Ой-ё. Было больно. Это было больно. Хорошо. Шон и мы. Вот вам всем. Так, лорд Дхалиб. А, лорд Дхалиб. Не желаете там зарядить атаку? А то вот как раз сейчас, кажется, она... Уф. Давайте кого-нибудь подбросим воздух, если сможем. Во. И... А, чёрт. Ладно, Дхалиб, выходи. Ладно. Ну. Ну-ну-ну. Ага. Успели мистический приёмчик заюзать. Хе-хе. Получай, гадёныш. Так. Ну, этот у нас уже в зелени. Так что этого осталось просто добить. А вот с остальными придётся, видимо, снова ждать товарища Дхалиба, пока он там аукнется. Но, правда, тут лоу его неплохо так пробивает. И готов. Этот готов. Просто бешенство, да? Что происходит. Ну, справились. Очень даже бодро справились. Что мы за это получим? Кроме того, что кучу ништячков. Каменокрылая накидка. Да? Ага. Ага. А я знаю, кто её будет носить. Нет, не знаю. Совсем не знаю. Так. Неужто это... Да. Вот нормально. Он, казалось бы, да, лорд. А в итоге чувак получает первую же просто шмотку, которую мы нашли за пределами его замка. Она гораздо круче, чем его. Но, может, он не ориентировался на боевые свойства своей брони, конечно. Такое тоже может быть. Типа лорд его охраняют. Нафига ему это? Так кого-нибудь найдём? Не успеем. Не успеем. Не, жаль. Ну, ладно. Но было прикольно, пока оно действовало, да? It was good while it was last. Хорошо, Феникс. О. О, двойной прыжок. Совсем забыл о нём. Эм, Ринвилл. Эм? И не будет тебя каста, гадёныш. Ха-ха-ха. Ну, мы почти... О, достали его. Молодцы. Это для вас. Следующий. Будьте любезны. Вот так вот. Дальше. Колбасим. Колбасим. Лунная ронда. Удар, удар, удар. Девчуля. Ты. Оп. Отлично. Слушайте, отлично мы это... Поставили, можно сказать, на поток всю эту историю. Ну, давайте колбасим. И готов. И прекрасно справились. Так. Хорошо. А кто и где? Здесь чего-то... Несколько выходов есть из локации. Непонятно пока, куда нам именно. Но, я думаю, стоит осматривать вот эти вот закоулки, потому что здесь постоянно что-нибудь, да, образовывается, например, шалфей. Значительно повышает ОЗ. Алин, Волод, это тебе. У тебя с этим проблемы, девчуль. Прости меня. Но, с другой стороны, мы на это не просто указываем, а пытаемся решить вопрос. Ух, как мы можем высоко прыгать-то теперь, а? Лунная ронда. Во. Так. Эй-яй-яй. А мы можем... Кстати, насчет лунного ронда. У нас же там огненный прием выучен. Во. Мы можем из него уйти в Феникс. Типа. Ладно. Ну, или так. Фух. Фух, все получают. Просто всем достается. Ладно. Оп. На. На. Ай-яй-яй-яй. Скинули. Да, скинули. Ну, ничего. Тут, кстати, Шон может птичку-то сбить. Во. И сильно нам этим помочь. А теперь остается ее только пулеметами нашими мега-атаками колбасить и добивать. О. Да Халим, красавчик. Все. Все готовы. Ой, даже у Алфана новый уровень. А, я думал, просто спрыгнем. И. Что, травушка? Не, астральная сфера, но... Опа. Опа. А это что такое? Это какая-то пещера. С ништячками. Ха-ха. Вы знаете, я тут недавно как раз на эту тему мыслил, что как-то в детстве, играя в игры, ну, ты мог просто изучать мир. То есть просто по нему бегать и все, довольно-таки бесцельно местами. А тут как-то постоянно пытаешься, короче, что-то делать такое, чтобы, ну, было осмысленное и как-то тебя продвигало вперед, скажем так. Так, удар огнем. Теперь еще калашматим, калашматим, бьем, бьем, шион, снова бьем и добиваем. Красавчик. Ха-ха. Следующий. Девчуля. Здравствуйте. Давайте, 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 колбасим, 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 ребятки. Отлично. И еще один байт задаст. Прелесть. Бежим дальше. О, тетя, лечим. Тетку вылечим, что-нибудь она нам за это даст все-таки, да? Я так сосредоточилась на Зогле, что поскользнулась и упала. Не повторяйте моих ошибок. Клюв свирепой бури. Отлично. Кажется, скоро нас ждут оружия. Абгрейты небывалые. Абгрейды. Абгрейты. О, астральянная оруда. Хорошо. Здрасте. Ну что, гаденыши. В принципе, на фарм мы их поставили, можно сказать. Так, лоу. Точнее, даже вот так сделаем. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, успели. Лоу. Поздно. Но все равно он пробил. Как бы все хорошо. О. Мы пробили. И давайте добиваем. Первого добили. Пошел нафиг. Так, следующий. Следующий, я сказал. Что, только у Ринвелл, да, заряд какой-то есть? Ладно, Ринвелл, ты. А. Вот гад. Он телепортнулся. Вы видели? Он от нас просто нагло вытелепортировался, если так можно сказать. Ну, мы все быстрее и быстрее их колбасим. О. И за это получаем еще немного руды и какой-то набор грибочков. Так. Пом. Так, а пока у нас вот эта комба еще не закончилась. А. Ну, кстати, все монстры здесь вполне себе нормальные, вполне себе одолеваемые. Ай. Только бы нам вот сейчас лорда Дехалима заряд заюзать, потому что, кажется, это вот из тех, о которых нас предупреждали, что их надо это, останавливать от уворотов. Так. 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 О, девчуль. Девчуля. Прекрасно. И мы продолжаем. О, есть. Почти на половине хп, кстати, добивание. О, Дехалим. Выходи. Отлично. И мы просто кулаками... Вот это вот, кстати, кулачная атака классно. Она очень неплохо заряжает их шкалу добивания. Ну, то есть она наносит много ударов, как большой комбо получается. И... Прикольно. Все? Все. Все, мускул гомоноида. И твердый кристалл. Парочка разных. В ассортименте, что называется. Ну, и тут, что вы охраняете, тварюшки? Они, кажется, ничего не охраняют, но... Просто завершить нашу вот эту историю... Лоу. Ага. Успокоился. О, увернулись. Ай-яй-яй. Сбиваем. Сбиваем каст. Извини, дружа. Тебе не судьба сегодня кастовать. Ой. Так. Ну ладно, давайте тогда мы пока с вами вот с этими мартиханами разберемся. Потому что... Да, есть. Первый пошел. Ай-яй-яй. А, это... Это увертый выгод. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, а подбросить его... Не, не судьба. Хорошо. Давай. Вот. Вот и все. Довертелся, друг. Довертелся? Совершенно верно. Еще кто-нибудь остался? Классно, что мы после вот всего этого можем выйти и заюзать вот эти вот скиллы, которые... Оп. Следующий. Типа заюзать автоатаку и телепортироваться к следующему. Кажется, мы с вами для крафта набрали дофига всего. И плюс еще сундук в награду. О, а вот теперь мантия. Вот теперь мантия, девчульки. Пинч. Плюс 25 сил. Кстати... Кстати, защита у лорда как-то дофига. А атака все-таки самая большая у нас у Альфина. Ну, правильно, потому что мы траву им ели. Ого, прочная. Типа, вы мантии храните? Нет, предлагаем прочная. Как, ну, если бы пропустили, да, вот эти мемы с котами, которые просто из унитаза на тебя смотрели. Ну, пожалуйста. Ну, вдруг вы соскучились, потому что они что-то выпали из моды, скажем так. Так, вопрос, куда нам? Ну, точно мы знаем, что есть один тупик. И вот, наверное, туда мы можем сходить и осмотреть, что же в этом тупике. Потому что, скорее всего, в этом тупике какой-нибудь ништячок будет. Раз он опциональный, да, то здесь, видимо, что-то, что, ну, только, точнее, то, что должен найти неленивый игрок. Поэтому мы с вами отправимся в первую очередь сюда. Типа, не будем ленивыми игроками. Оп. Хотя ястребов ковырять уже не так интересно и не так в новинку. Ну, все. Опа. С разворота. И вот так. Колбасим, колбасим. Колбасим, колбасим. Теперь девчуля заходит. У нас... О! Больше половины хп у ястреба. Вы видели? Вы видели, да? Видели, видели, видели. Как это было профессионально. Лоу. Вперед. Ага. Раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Отпустили. Отпустили птичку мы в свободный полет, к сожалению. Ну вот. А теперь колбасим. Колбасим двойным ударом. Колбасим вот этой штукой. И птичка готова. Хм-хм. Блин, да боёвка в игре очень динамичная. Это здорово. Ну, то есть, по крайней мере, победы над монстрами, ну, и вообще, как бы, сражения с монстрами, они не превращаются в такой унылый грайнд. Они, скорее, больше похожи на весёлый грайнд. Но всё равно весёлый грайнд это лучше, чем унылый грайнд. Правильно? Он уже. Итак. Ринвилл. А, Ринвилл никак не зарядит свою эту штуку. Эй. Ой, сейчас нас подбросит. А-а-а. А-а-а. Фак. Во, Ринвилл, давай. Правда, каст мы, кажется, и так сбили. Но там ещё... Там ещё куча народа кастовала, и никому из них каст не сбился. Нормально. Так, первый есть. Я так надеюсь, что сейчас мы запустим с вами цепную волну. Следующий. Так. Будьте любезны, ещё вы. Пора. Пора, мой друг, пора. Готов. О! 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 Вот этого ещё не видели пока что. Ну что, заряжаем. Ай. Готов. Готов, красавчик. И... И вы, сударь. Ну, я так думаю, что у вас, сударь, шансов вообще нет. Ммм. Шансы внезапно появились. Добиваем, добиваем, добиваем. Молодцы все. Все вот молочины. Угу. Фу. Так. Тут есть какие-то... А? О! Руда спрятана. Надо же. Попытались нас обмануть и спрятали от нас руду. Не хорошо это. Так, туда нам? Да. О, а здесь что-то... Что это? А, ещё один раненый чувак. Прошу вас. Я пришёл сюда в поисках еды и оружия, а тут одни зоглы кругом. Хорошо хоть что-то вы есть и можно не бояться. О, камень... Камень бури. Пролесно. Ну что? Кажется, всё. Кажется, здесь мы дошли до тупичка. Долина свежая и зелена. Но всё же меня манит другая страна. Минанс. Как девичная мясна? И чём она тебя так привлекает? Это не выразить словами. О! Это куда мы можем спрыгнуть? Вот сюда, к выходу. Урон получим. Не хочется мне урон получать. Вообще, я так смотрю на время и думаю, что мы сейчас с вами к лесенке дойдём. К лесенке. И на этом, пожалуй, эпизод и закончим. А уже продолжим с вами в следующий раз. Так что давайте, ну, финально вот этих зоглов нам придётся победить. Никуда от них не деться. А там ещё что-то светится вдалеке, так что тоже это надо будет собрать. И от этого тоже никуда не деться. На тебе. Ох. Гады уворачивающиеся. Как так можно? Ну. О! Пошла жара. Но, правда, нам бы кого-нибудь подбросить для этого. О! А, ну вот, можем колошматить. Бесконечно. Да, и теперь... О! Чётенько. Чётенько. Держи. Ух. Красиво. Красиво вломили, однако. Ну что, колошматим, колошматим, колошматим. Набиваем, 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 ребятки. Да. Набили. Хе-хе. Ещё один. Высудок. Как у вас дела, скажите мне на милость? А, не очень, я так смотрю. Эй, куда ты? Вот гад. Убежал от нас. Прям, прям уже вот из-под финального удара практически. Лады. Тут я вижу, что-то мы можем собрать. Денежка? Я надеюсь, это денежка. Это апельсиновое желе. Кстати, это даже иногда лучше денежки. Окей, что ж. Вот здесь мы с вами, наверное, и распрощаемся. А продолжим уже в следующий раз. Всему спасибо Миша Лебедева, Миша Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебу, Дахармсу, Алексею Смирнову. Просто еду. Сергей Юкай, Нор Роке, Бальбол Антона Цару, Глебу Сахарова, Брату Монзодаре, Кравчугу, Вайт Рэббиту и Юджину Волину. За то, что я продолжаю поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вместе со мной проходите игру. Ну и до встречи в следующем эпизоде. У меня на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся.